Дай почитать. В 2021 году издательство Елены Шубиной выпустило удивительную и пронзительную книгу Максима Цхая про папу. В ней описана, казалось бы, обычная жизненная ситуация. 80-летнему пенсионеру кажется, что он совсем отлично справляется, но его сын и две дочери придерживаются другого мнения. Отец стар, слаб, болен, склонен к падению. Дочери имеют семьи, детей и не могут жить постоянно со стремительно стареющим отцом. Поэтому Максиму, уже много лет живущему в Германии, приходится все бросить и приехать в Синферополь, где в частном доме одиноко проживает его отец с 20-летней кошкой Катасей и старой полуовчаркой Белкой. Действие начинается 17 октября 2016 года и заканчивается 1 сентября 2018. Это что-то среднее между дневниковыми записями и классическим японским жанром дзухицу на кончике кисти. День за днем описаны события незамысловатые, обычные, завтраки, обеды, ужины, посещение поликлиники, ветврачей, прогулки с собакой, уход за старой кошкой, а главная попытка сына скрасить последние годы отца. Описание горечи, боли, жалости, бессилия от того, что ты не в силах не остановить время, не вернуть родному человеку здоровье. Да, все это тягостно, но неизбежно. Как и положено в дзухицу, из этого мимолетного и ускользающего окружающего быта и бытия рождаются философские размышления о сущности жизни, смерти, об истинном терпении, любви, заботе и милосердии. Да, финал предсказуем, но ведь это не конец жизни как таковой. Память не иссякает, а главные человеческие ценности вечны. Замечательная книга, мудрая, острая, тяжелая, веселая, пронзительная. В жизни столько смыслов, что даже смешно останавливаться на одном. Лучше собак только люди, некоторые. Собаки, они как дети, не обманешь. Жизнь необыкновенно прекрасная и очень трагичная вещь. Как одно с другим сочетается в ней, понять не могу. Можно Максима Цхая цитировать бесконечно, но лучше все-таки прочитать «16 плюс». Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!